ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ ИМАМА АЛЬ-БУХАРИ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Далее имам аль-Бухари говорит В Багдаде Ахмад ибн Хамбаль, почтенный имам, имам ахлю сунны, Абу Абдуллах, имам аль-Бухари не входил в Багдад, кроме как приходил к Ахмаду ибн Хамбалю и Яхья ибн Маину, собеседнику имама Ахмада и Абу Маамар, его имя Исмаил ибн Ибрахим, аль-Хузали, аль-Кати'и и Абу Хайсама, и он Зухейр ибн Харб Да, Абу Хайсам это Зухейр ибн Харб и Абу Убейд аль-Касим ибн Ассалям аль-Харави Однако он жил в Багдаде и имам аль-Бухари встретил его в Багдаде а в конце своей жизни вернулся Аль-Касим ибн Салям в Хират Аль-Касим ибн Салям аль-Харави, рахимахулла Он был из числа больших ученых Хирата и Амир ибн Тахир, рахимахулла оказывал ему почет, возвеличивал его и давал ему хардж, зарплату каждый год чтобы он освободился для знаний он сочинил свою великую книгу про необычные слова в пророческих почетных хадисах он является тем, кто первым сочинил поэму про необыкновенные слова в хадисах насколько мы знаем из сочинений, которые дошли до нас далее имам аль-Бухари говорит из жителей Джазиры Амр ибн Халид аль-Харрани а в городе Васид Амр ибн Аун и Асим ибн Али ибн Асим в городе Мерф Садака ибн Фадль и Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали и тут под Исхаком имеется в виду Исхак ибн Ибрахим аль-Рахави аль-Ханзали, собеседник имама Ахмада нет сомнения, что Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали из Марвази и из-за этого имам аль-Бухари сказал в городе Марф Садака ибн Фадль и Исхак ибн Ибрахим то есть Рахавейхи аль-Ханзали затем имам аль-Бухари рахимахулла сказал мы ограничились этими именами, чтобы сократить и не удлинять то есть упомянуть вероубеждение а иначе, если бы он хотел перечислить нам всех, с кем он встретился речь бы удлинилась однако человек может вернуться к его книге Сахих аль-Бухари и узнать его шейхов или может вернуться к его книге Халк Афал Али Айбад и узнать его шейхов также вернуться к его книге Джуз Аль Кира Халфи Али Имам и узнать его шейхов или же вернуться к его книге Поднятие рук и узнать его шейхов или же вернуться к Тарих Аль Кабир или к Тарих Аль Сагир и узнать про всех шейхов имама Бухари рахимахуллах одного за другим Далее Аль-Бухари говорит, мы ограничились этими именами, чтобы сократить и не удлинять, и я не видел никого из них, кто противоречил бы в этих вещах. Это великое предложение, которое дает нам большую пользу, а именно то, что между предшественниками вопросы вероубеждения были вопросами, в которых есть единогласия, и не были они вопросами разногласия. Есть разногласия в вопросах фикха, в вопросах тафсира, в вопросах хадиса, или же в вопросах усуля. Однако нет между ними разногласия в вопросах вероубеждения. И из-за этого имам Аль-Бухари сказал, и я не видел никого из них, кто противоречил бы в этих вещах. Затем перечисляет эти вопросы акиды. Здесь необходимо, чтобы у мусульманина было вероубеждение, что вопросы вероубеждения – это те вопросы, в которых есть единогласия и согласия. Не было в них разногласия ни между салифами, ни между сподвижниками, ни между табиинами, ни между теми, кто строго следовал за ними. А откуда же пришло разногласия? Разногласия пришли от тех, кто строго не последовал за ними. Пришло разногласия от приверженцев нововведений. Пришло разногласия от последователей Абдуллаха ибн Саба. Пришло разногласия от хариджитов. Пришло разногласия от мурджиитов. Пришло разногласия от адаритов. Пришло разногласия от муаттазилитов и тех, кто ставит свой разум, или правильнее сказать, свои страсти и понимание выше Коранной Сунны. И пришло разногласия от призывающих к Тасауфу. И пришли разногласия тех, кто хочет разрушить религию. Пришли разногласия в вопросах вероубеждения. А те, которые следуют за сподвижниками, да будет доволен имя Аллах, были единогласны в вопросах вероубеждения. И достаточно тебе сравнить вероубеждения имама Аль-Бухари, вероубеждения Ибн Аль-Мадини, вероубеждения Абдурахмана Ибн Махди, вероубеждения имама Ахмада. И ты увидишь, что все они не разногласят в подобных вопросах. А сегодня, к большому сожалению, когда ты говоришь людям, поистине в вопросах вероубеждения есть единогласие, сразу же он говорит тебе, хорошо, такой-то вопрос и такой-то вопрос. О, брат мой, ты сейчас послушай слова имама Аль-Бухари и подобных ему. Они передают, что в вопросах вероубеждения, это вопросы, в которых есть единогласие. Не считай ложными эти слова имамов, признай их, затем решай свои проблемы, задавай вопрос и получай ответ. А что касается того, что ты будешь отталкивать правила из-за возникшей проблемы в твоем уме, то это великая ошибка, не дозволяется мусульманину быть таким. Обязательно человеку признавать правила. Во-первых, затем, если что-то станет ему проблемным, в правиле пусть спрашивает об этом. Установленное правило это то, что вопросы вероубеждения, это такие вопросы, в которых есть единогласие. Не должно быть так. Я думаю так, а ты думаешь по-другому. Это у нас сегодня получается так, что один говорит, я думаю, митинги разрешены. А другой говорит, я не считаю так. Один считает дозволенным выход против имама, а другой не дозволяет. Эти вопросы не решаются так, как вы хотите. Это вопросы вероубеждения. Обязательно, чтобы ты был убежденным. Не должно быть слов, я думаю так, а ты думаешь по-другому. Если это вопрос фикха, никто не противоречит. Если это вопрос тавсира или какое-то мирское дело, нет никаких проблем. Если это касается вопросов усуля, нет никаких проблем. А что касается вопросов вероубеждения, нет. В этих вопросах есть единогласие. Первое, что упомянул имам Аль-Бухари, да помилует его Аллах, это важный вопрос. Что такое иман и что такое религия? И сказал, что религия это слово и деяние. Под религией тут имеется в виду то, с чем человек поклоняется и в чем он убежден. Праведные предшественники использовали слово ад-дин и имели в виду вероубеждение. А также использовали слово ад-дин и имели в виду иман, веру. То, что вероубеждение это слово и деяние. То, что иман это слово и деяние. А не так, как говорят приверженцы нововведения или приверженцы неверия. Тебе будет достаточно, если ты убежден в какой-то вещи. Нет. Необходимо, чтобы было и слово и деяние. И не будет достаточным только быть убежденным. Религия — это слово и деяние. Имам Аль-Бухарида, помилует его Аллах, утвердил этот смысл многократно в начале книги Аль-Иман. Поистине, он упомянул вещи, которые указывают, что есть слова и деяния, и что все они из имана и из ислама. И это указывает нам на то, что вероубеждение не будет правильным без слов и деяний, и на то, что вера — это слово и деяние. Религия — это слово и деяние. Пример слову «Ля Иляха Иля Аллах, Мухаммад Расулуллах». Деяние. Например, что? Например, молитва. Хорошо. Примером для слова сердца будет то, что твое сердце нашептывает, что ты любишь Аллаха. Хорошо. А что будет примером для вероубеждения сердца? Вероубеждение сердца — это то, что увеличилось в твоем сердце, что Аллах достоин поклонения. Итак, есть слово сердца, слово языка, деяние сердца и деяние органов тела. Это и есть вера у Ахлю Суннавальджама. Те, которые убеждены, что простое вероубеждение будет достаточным, или же простое признание будет достаточным, уподобились христианам. Христиане говорят, будь убежденным, что Аиса — Спаситель, и все. Делай, что тебе захочется. Пей спиртное, воруй, прелюбодействуй и так далее. Если ты убежден — все, достаточно. Разве это религия? Некоторые строят вероубеждения таким образом. Так говорят. Достаточно быть убежденным в таком-то шейхе. Достаточно быть убежденным в таком-то приближенном. Нет. Иман — это слово и деяние. Затем имам Аль-Бухари, да помилует его Аллах, упомянул одно доказательство для вероубеждения, на котором есть единогласие. Говорит имам Аль-Бухари. И это по причине слов Всевышнего Аллаха. А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы. Совершать намаз, выплачивать закят — это правая вера. Это и есть вероубеждение. Какое же это вероубеждение, на котором мы должны быть убеждены? Чтобы мы поклонялись Аллаху, служа ему искренне. Это и есть вероубеждение, которое приказано. Это и есть религия. К примеру, ты говоришь, «Достаточно мне. Я уверовал в Аллаха, в его ангелов и в его писания». Все, этого достаточно. Религия не такая. Нет, этого недостаточно. Необходимо, чтобы ты поклонялся Аллаху, служа ему искренне. Не означает, что религия, чтобы ты был убежденным, что Аллах является Господом. Нет, недостаточно этого. Необходимо, чтобы ты сказал, «Аллах мой Господь». Аллах достоин поклонения. А все, что помимо Него является ложным. Не будет достаточным, чтобы ты был убежденным, что Аллах, аззаваджаль, достоин поклонения. А затем ты скажешь «Я поклоняюсь ему, а также другим». Этого недостаточно. Необходимо, чтобы ты поклонялся только ему одному, у которого не сотоварища. Сказал Всевышний. А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы. Растолковал это поклонение и эту религию словами «совершать намаз и выплачивать закят». Это правая вера. Это та религия, у которой есть ценность у Аллаха, аззаваджаль. Сказал, да помилует его Аллах. Второй вопрос, что Коран – речь Аллаха и не является сотворенным. Из-за его слов, воистину ваш Господь Аллах, который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на трон. Он покрывает ночью день, который поспешно следует за ней. Солнце и луна и звезды – все они покорны его воле. Необходимо, чтобы мы обратили внимание. Это важный момент. Почему? Сперва привел то, что религия – это слово и деяние. Потому что на этом вопросе строятся все вопросы имана. Давай, продолжай. «Сказал Абу Абдуллах…» «Сказал Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаиль, да помилует его Аллах, что сказал Суфьян ибн Уейна, Аллах разделил творение от приказа. И из его слов, несомненно, он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров». Второй вопрос касается того, что надо быть убежденным в том, что Коран – это речь Аллаха и не является сотворенным. И пойми этот вопрос легким, облегченным пониманием предшественников. А это то, что человек должен смотреть, что приписывается Господу. И то, что приписывается к Аллаху, бывает двух видов. Первый – то, что приписывается Аллаху из личностей или вещей, как посланник Аллаха или дом Аллаха или рабы Аллаха. То, что приписывается Аллаху, можно отделить от него. Например, ты можешь сказать «Это посланник», «Это дом», ты можешь сказать «Это земля» или же «Это земля Аллаха». Итак, это добавка, особенная добавка почета и владения. Второй вид – ты смотришь, что приписывается к Аллаху. И это невозможно разделить, потому что если ты разделишь это от Аллаха, ты не сможешь указать на него. Примеры этому – знание Аллаха, жизнь Аллаха, мощь Аллаха. Сейчас оставь приписывание этого значения. Но куда ты его будешь добавлять? Это жизнь. Куда ты ее припишешь? Это мощь. Куда ты ее добавишь? Ты не сможешь. Обрати внимание, то, что добавляется к Аллаху аззаваджаль из смыслов – это добавление атрибута к тому, что описывается. Аллах аззаваджаль является Творцом, и его атрибуты не могут быть сотворенными. Прибегаем к Аллаху. Если мы скажем, что атрибуты Аллаха являются сотворенными, как говорят христиане, что Айса сотворен, и что он является частью Аллаха, стала некая сотворенная частью Аллаха, и стал Всевышний у них полноценным сотворенным. Если кто-то скажет, что атрибуты Аллаха сотворены, то смысл этого в том, что он стал полноценным сотворенным. Не подобает такому быть Богом. Тот, кто становится полноценным с помощью сотворенного. Не подобает такому быть Богом. Необходимо мусульманину быть убежденным в том, что Аллах, он Аллах единый, самодостаточный, единый своей сущностью. Он никого не родил, и сам он не был рожден. Ему нет ни равного, ни подобного. И он причистен и возвышен, богат и не нуждается в ком-то и в чем-то, из-за совершенных и прекраснейших его атрибутов. Из его атрибутов то, что он является говорящим. Аллах, аззаваджал, разговаривает извечно и всегда будет таким. Аллах, причистен и возвышен, разговаривает извечно и всегда останется разговаривающим. Навсегда. Он не подобен творению, которое разговаривает после того, как его обучили речи. И может так, что после какого-то времени забывает слова и не может разговаривать. Это состояние творений. А что касается Аллаха, аззаваджал, он разговаривает извечно и остается таким всегда. Немота – это атрибут недостатка, который не может быть приписан к Аллаху, аззаваджал. Из-за этого сказал Ибрагим, разъясняя недостаток утверждаемых их божеств. Сказал Ибрагим, при собравшихся людях, чтобы показать глупость поклонения идолам. Нет, это сделал тот, главный из них. Так спросите же идолов, если они способны разговаривать. Если Господь не смог разговаривать, то они сказали бы ему, что твой Господь не разговаривает. Аллах разговаривает. И из его речи Коран, неспосланный Мухаммаду, салляллаху алейхи ва салям. Обязательно мусульманину быть убежденным, что Коран – это речь Аллаха, аззаваджал. Коран – из речи Всевышнего Аллаха. Коран – это знание из знаний Аллаха. Он не является сотворенным. Если ты скажешь, что речь Аллаха сотворенная, это означает, что атрибуты Аллаха сотворенные. Упаси Аллах. О, мои братья, эти вопросы непростые, как думают некоторые люди. Этот вопрос, упаси Аллах, по сути, значит, достигнет ли до степени слов, что твой Господь несовершенный. Это и подразумевается под этим вопросом, как ты видишь. Они говорят, что этот атрибут сотворен. И тот атрибут сотворен, чтобы этим достичь степени слов, что твой Господь нуждается в творении. Упаси Аллах. Причист он и премного выше того, что они говорят. Необходимо мусульманину быть убежденным, что Коран – это речь Аллаха. И доводов на это очень много. Однако имам Аль-Бухари упомянул аят, затем упомянул, как из этого аята мы получаем то значение. Он не привел от себя, а привел от имама из имамов Ахлю Сунны и передал от него. Аят из суры А'раф – Преграды. «Воистину ваш Господь – Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на трон». Что же Он создал? Сотворил небеса и землю, а затем вознесся на трон. Какое отношение вознесение на трон имеет к сотворению? Потому что мы видим сотворенных, что когда люди изготавливают что-нибудь, они нуждаются в этом. Строят дом, чтобы жить. Производят машину, чтобы на ней ездить куда-то. Производят машину, паровоз, пароход, производят самолет. А когда Аллах нам сообщил, что Он сотворил небеса и землю, чтобы ты не подумал, что Он подобен тебе, что Он нуждается в небесах и земле, Он сказал, а затем вознесся на трон, что Он не внутри небес и земли, Он не нуждается в небесах и земле. Трон является наивысшим творением, и Аллах, причисленный возвышен, выше всех творений. Затем Всевышний сказал, Он покрывает ночью день, который поспешно следует за ней. Солнце, луна и звезды, все они покорны Его воле. Несомненно. То есть, обратите внимание. Он говорит, Он творит и повелевает. Сколько вещей стало? Две. Он творит и повелевает. Какое лицо доказательства в аяте? Сказал имам аль-Бухари, что Суфьян ибн Уейна сказал, «Аллах разделил творение от приказа». Итак, разъяснил, что имеется в виду. Отличил, разделил. Творение отличается от приказа. Каким образом разъяснил и разделил? Несомненно. Ему принадлежит и создание, и приказ. Благословен Аллах, Господь миров. Если приказ, это и есть творение. Не было бы там нужды упоминать эту вещь. Вторая вещь, то, что создание бывает с приказом. Всевышний говорит, что когда он желает чего-либо, то стоит ему сказать «будь», как это сбывается. Хорошо. Мы скажем, что его слово «будь» является сотворенным. Значит, сотворенное создало, а не Аллах сотворил. И это опасные слова. Есть ли наряду с Аллахом другой творец? Ответом будет «нет». Нет творца, кроме Аллаха, причист он и возвышен. Это великий вопрос. И обязательно обратить на него внимание. Аллах разделил между его созданием, то есть между тем, что является его действием, и между его приказом, который является его словом. Созданное является сотворенным Аллахом, ааззаваджаль. А приказ – это его приказ «будь». О, кон!